Настя, привет! Привет, Вероника! У нас сегодня в гостях Настя Миронова, человек, которого в Инстаграме, на мой взгляд, знают совершенно все. Хотя тебе в это сложно поверить, как будто до последнего ты сомневаешься. Ну, я на самом деле так не думаю. Ещё есть куда расти, конечно же, но спасибо, приятно. Потому что я своего рода такой старичок в Инстаграме. Я начинала 5 или 6 лет назад. Тогда это только набирало популярность. И, наверное, меня многие просто воспринимают, как старожила в этой системе и помнят. Да, действительно, я помню, как я на тебя смотрела издалека, как вот на идола-идола. И, конечно, это такое, знаешь, прям событие вот так. Познакомиться близко-близко. За 5-6 лет в Инстаграме много чего поменялось. И меняется, по-моему, огромными семимильными шагами. Да. Я хочу тебя спросить. Вот как сейчас с нуля свой блог раскрутить? Вообще, какие тут различия, в чём секреты, есть ли они, возможно ли это? Ну, как я уже ранее говорила, что я начинала 5 лет назад или 6. И тогда это было, конечно же, намного проще. Рынок был не перенасыщен. Люди, которые видели рекламу в Инстаграме, они воспринимали это за чистую монету, думали, что люди действительно искренне рекомендуют других людей бесплатно. Но на самом деле, конечно же, тогда уже коммерция в Инстаграме процветала. Сегодня ситуация изменилась в корне. Потому что сегодня, имея определённую сумму денег, ты можешь стать популярным за короткий срок. Просто участвуя в различных кивэвэях, покупая рекламу у блогеров или на Ютубе, например, который интегрируется в Инстаграм. Это сложнее сегодня сделать без бюджета. Потому что для того, чтобы тебя заметили в сегодняшний день, нужно чем-то отличаться от других, быть уникальным, нести какую-то свою индивидуальную философию, возможно, показывать и демонстрировать свой талант, свои сильные стороны. Как начать с нуля? Я считаю, что если вы решили завести блог, как я, например, несколько лет назад, я работала в офисе, и в один определённый момент я подумала, я больше не хочу здесь работать, я буду заниматься Инстаграмом. Хотя тогда мне казалось это очень странной затеей, и я не представляла, во что это выльется. Я уволилась и начала продавать рекламу. Рекомендовать что-то своим подписчикам, вела блог. То есть у тебя уже сколько-то было подписчиков? Вот с какого момента можно продавать рекламу, наверное? Ну, я думаю, что когда у вас есть 20-30 тысяч подписчиков, 20-30 тысяч. Да, вы можете зарабатывать в Инстаграме, ну, может быть, до 100 тысяч рублей, потому что реклама в среднем стоит... В месяц? Ну да. Ну, то есть, ну вот, если прямо, например, распуститься... В любом случае больше, чем в офисе. Да, реклама у такого блогера может стоить 3000 рублей в зависимости от качества аудитории. Потому что ситуация сегодня такая, что... Ну, я на своей практике знаю, что рекламу покупать лучше у микроблогеров, потому что уровень доверия к ним высокий у аудитории, так как блогеры-миллионники, их основной источник заработка чаще всего — это просто реклама. И, конечно же, доверие аудитории падает. Они уже воспринимают любую рекомендацию как рекламу и понимают, что за это заплатили. Я, кстати, сейчас это в своем бизнесе применяю. Мы переместили фокус, сместили фокус на микроблогеров. Это 20-30 тысяч подписчиков? Да, до 100 тысяч. У них выше активность, большая вовлеченность. И, соответственно, это конвертируется в хорошие продажи. То есть ты чувствуешь, что это намного больше приносит бизнесу, чем... Да, есть два, наверное, таких типа блогеров, с которыми очень хорошо сотрудничать. Это вот микроблоги и, возможно, какие-то крупные блогеры, но которые не делают рекламу, у которых есть свой проект, но, возможно, это какая-то коллаборация или кросс-промо, взаимопиар. Возвращаясь к тому, как начать свою жизнь в Инстаграме с нуля или начинать развивать свой продукт, себя как личный бренд. Во-первых, это нужно быть уникальным, нести что-то новое. А во-вторых... Уникальным, вот я сразу хочу тебя перейти. Уникальным для потребителя. Для потребителя, да. Понятное дело, что каждый человек уникален, но подписчик должен зайти на твою страницу и остаться. Его должно что-то зацепить. Это могут быть какие-то интересные тексты. Это могут быть какие-то истории по искусству, музыке, кино, тематическое что-то. Это может быть просто трансляция вашей жизни в каком-то интересном формате, потому что людям всегда интересно наблюдать за тем, как живут другие люди и понимать, что, наверное, все одинаковые в каком-то плане, несмотря на то, что все уникально, но одинаковая такая тартология немного... Ну, много общего находить. Да, много общего у людей. Кстати говоря, я до какого-то момента старалась показывать себя только с какой-то хорошей стороны. У меня было очень мало юмора, самой иронии. Вот в сторисы вообще я серьёзно к себе относилась, но потом поняла, что людям нравится смотреть на тебя, когда ты там дурачишься, просто показываешь, что у тебя есть жизнь какая-то такая же обыденная, просто бытовые моменты. Это интересно. И всё-таки мне лично скучно смотреть на какие-то идеализированные профили и картинки. Хочется, чтобы была жизнь и своя философия. Вот. В каждой странице. Да, какой-то тренд на жизнь сейчас есть. Правда, это можно смотреть и по фильтрам, например. Огромное количество блогеров отказывается от обработки, от фильтров, какой-то более ненавязчивый контент, повседневный. Потому что все от этого устали. От какой-то глобальной идеи, продать что-то, показать какую-то определённую сторону. Я совершенно в этом согласна. И думаю, знаешь, вот ты сказала важную вещь, что про вообще накрутки количества подписчиков. Я вчера была на мероприятии большого бренда. Меня пригласили там как гостя. И потом уже в конце, когда все разошлись, мы с пиар-менеджером поболтали. Она мне такой чуть-чуть секрет рассказала. Но я её прямо спросила, почему вы пригласили меня? У меня не такое большое число подписчиков. У них есть доступ к любым, мне так кажется. И она мне честно сказала, что есть несколько программ, которые анализируют страницу. И они показывают, значит, сколько человек активно на этой странице, сколько заходят в день на неё, сколько комментируют, сколько пролистывают. То есть вот всю-всю-всю статистику можно посмотреть. И ещё вот важный момент относительно накруток, хочет сказать, это скорее лайфхак для предпринимателей. Когда вы приобретаете рекламу у блогера, у которого накрученные подписчики, это чаще всего аудитория, ну не накрученная, а сгивов. Все знают, что такое гивы, наверное, да, уже? Сгивов, то эта аудитория не платежеспособна. Это люди, которые хотят что-то выиграть, не прилагая усилий. Я не одобряю совершенно такой подход, потому что мне как предпринимателю интересны только люди, которые действительно заинтересованы в продукте, которые хотят пробовать что-то новое и совершать покупки. Вот, это если мы сейчас говорим в разрезе бизнеса, ну и монетизации блога. Ну, абсолютно. Абсолютно так. Если я классная девчонка, которая придумала вкусную шоколадку, что мне делать? Здесь есть, наверное, два пути. Это сделать действительно качественный и классный продукт, попытаться отправить это каким-то крупным блогерам на рекламу. Чаще всего, например, я... История с шоколадом. Мне один бренд отправил шоколад, он мне так понравился, и я делаю им рекламу бесплатно, потому что я поддерживаю людей, которые делают качественный, вкусный продукт, и я не беру за это деньги. Наверное, первое — это сделать качественный продукт, который захочется рекомендовать бесплатно, просто потому что это здорово. Второй момент — это нужно иметь какую-то определённую сумму денег, потому что для ряда блогеров это всё-таки заработок, рекомендации, которые они дают, поэтому нужно подойти к вопросу размещения рекламы. И лучше у маленьких блогеров, правильно? Да, и лучше у средних блогеров, да. 20-30 тысяч. До 100. Что ещё? А, ну и сегодня, мне кажется, очень важно в Инстаграме, это всё-таки визуальный ряд, какая-то идея, нужно соответствовать трендам, идти в ногу со временем. Там сегодня это веганство, эко-френдли, какая-то экологичная упаковка, это что-то без сахара, без молока, без животного происхождения продуктов. И... Ну да, это тренд, конечно. Контент? Контент тоже очень важен. Мне нравится вот как раз-таки бренд шоколада, который мы любим. Мы с собой имеем в виду. Да, мы любим. У них очень интересный контент, не только шоколад, но ещё какие-то истории о фильмах, развлекательные. Иначе говоря. Ну да, потому что на самом деле... А ещё очень здорово показывать производство, например, какой-то процесс изготовления, создания. Это всё очень интересно аудитории. Да, за кулиси такое. Я слышала про то, что в Инстаграме действует правило трёх С, что продаётся секс, скандал и смех. Да, это абсолютная правда. Я с этим согласна. Потому что если мы возьмём каких-то ключевых блогеров сегодня, там, например, Настя Ивлеева, это известный Вайнер, нас снимают потрясающе смешные видео. И, конечно же, для людей это способ отвлечься. Секс — это то, что, в принципе, движет людьми, мотивирует их на какие-то, не знаю, действия в этой жизни. Ну, это инстинкт. Такой же, как минимум. И скандал, конечно же. Вот недавно была ситуация со льдом в бассейне. И, как мы видим, это, конечно же, очень грустная тема, но, тем не менее, как мы видим, у человека прибавилось 500 тысяч подписчиков за ночь. В общем, людям интересно всё то, что есть в них самих, что помогает им отвлечься, наверное, от какой-то повседневности своей рутины. Да, с одной стороны отвлечься, а с другой стороны увидеть какие-то свои теневые стороны, теневые какие-то черты, которые так не управляются. Да, но вот, Вероника, тебе интересны какие-то блоги со скандалами? Мне кажется, что каждый находит что-то такое своё. Я люблю. Я кайфую. Во-первых, я люблю «Дом-2». Я всю свою жизнь при любой возможности его смотрю. Или «Давай поженимся». Ой, это моя любимая программа. Потому что я люблю Кузееву. Во всём её несовершенстве, сумасбродстве и сумасшествии порой. Ну вот, видимо, во мне есть какая-то такая часть, которая реализуется посредством... Я реально смеюсь в голос. Нет ни одной передачи, где бы я так могла смеяться. Настя, ну вот я к тебе иду. Давай. Ты понимаешь, вот я тебя знаю. Я тебя знаю как человека, как такую ходячую скромность. В жизни ты чистенькая, помытая 33 раза за день, волосинка к волосинке, мылом, которое всё время пахнет, в отглаженных... Даже в спортивной одежде всё равно она будет без единой складочки. Я говорю это от чистого сердца. Сколько раз я тебя в жизни встречала, ты каждый раз такая. Мы встречались в Питере, вот входили с тобой в кафе. В какой-то момент на улице чёрте что было. Просто грязь, лякать, непонятно что. Ты в бежевом костюме, без единого пятнышка, вся наглаженная, ароматная. И так всегда. Тихо разговариваешь, очень вежливая, по сторонам не смотришь, знаешь, особо. Ну, ты такой человек в себе. Когда я открываю Инстаграм и вижу попу без стрингов, или даже в них, я несколько раз перечитываю, Настя Миронова или нет. У меня вопрос отсюда рождается. Как такое возможно? Как ты, ну, возможно, да, но с другой стороны, зная также твою бизнесовую сильную сторону и понимание того, на чём интерес растёт и поддержит, всё-таки если пролистать твою ленту, видно, что самое большое количество лайков именно на этих фотографиях. И, очевидно, ты знаешь, что ты делаешь. Что ты себе говоришь? И говоришь ли ты себе что-то? Бывает ли у тебя какое-то преодоление внутри, какой-то конфликт, что, так, ну, надо бы поддержать, там, подогреть аудиторию, ну, не хочется мне? Или как это для тебя? Нет, у меня конфликта нет никакого, потому что и контент-плана у меня нет как такового. Я делаю всё исключительно по желанию какому-то внутреннему. У меня есть фотограф, с которым я постоянно работаю на протяжении очень долгих лет. Мы что-то творим, что-то попадает в сеть, что-то нет. Мы вдвоём очень любим такой образ женского тела. Я культивирую здоровый образ жизни. Для меня, кажется, это неотъемлемой частью вообще моего существования, как интеллектуальное развитие, так и физическое. И, наверное, вот эти фотографии, они больше не про секс, а про трудолюбие во всех его проявлениях, в том числе и с точки зрения физической активности. Потому что, например, я уже занимаюсь почти 6 лет для того, чтобы заставлять, не заставлять, а идти в зал 5 раз в неделю, допустим, необходимо прикладывать усилия и ограничивать себя в какой-то еде, которую ты, безусловно, любишь и просто обожаешь. Вкусно покушать — это сила воли, да, режим дня. И каждая тренировка — это какое-то время, когда ты выкладываешься на 150%. Поэтому, скорее, то, что я транслирую, даже если я без одежды, это про трудолюбие. Ну вот реально, как вот аплодисменты, потому что правда так. Ну правда так. Это огромный труд за твоим телом. Это считывается. Да, нет какого-то посыла сексуального вообще. Просто хочется показать, что даже будучи человеком со стандартной фигурой, без каких-то, не знаю, ярких, отличительных черт, длинные ноги там или что-то ещё что-то, но природой можно вполне себе слепить что-то красивое. Очень даже. Настя, что ты никогда не будешь в Инстаграме рассказывать? Ну, в Инстаграме я сейчас, на сегодняшний день, не обсуждаю свои личные отношения, например, с партнёром, с родителями, какие-то конфликты, которые у меня происходят с друзьями, в семье. Ну, был один с подругой. Ну, да, это такой апогей моей ненависти и гнева. Но, в общем и целом, такое происходит каждый день там с сотрудниками что-то. Я стараюсь это не транслировать, потому что в первую очередь забочусь о чувствах другого человека, с кем, например, происходит конфликт или разногласие. И если уж я решу об этом написать, то, наверное, если это мой близкий человек, который идёт со мной на контакт, на диалог, то я у него спрошу об этом, можно ли это сделать. Также я стараюсь не транслировать какие-то свои приобретения или что-то, что я делаю для других, для своей семьи также, или там, не знаю, благотворительность для меня. Это вообще странно. Я могу сделать публикации с просьбой о помощи кому-то, но когда я сама что-то делаю, я никогда это не транслирую. Это потому что моё личное желание, которое не должно быть, не должно встречаться какой-то похвалой, это естественно. Ну да, такие личные моменты, где можно вообще разную, кстати, реакцию встречать. Я помню, что как раз про то, что мы упомянули так вскользь конфликт с подругой, кто не знает. Я так вкратце чуть-чуть. У Насти была подруга, которая стала делать подобный продукт, насколько я понимаю, твоему. Да, это были сначала онлайн-курсы, потом это бренд одежды, это копирование фотографий. И в какой-то момент я поняла, что от меня каждый раз отщипывают по маленькому кусочку без разрешения. И я чувствовала опустошение от вот этого контакта, от этого общения с человеком. Игра в одни ворота такого рода. Знаете, что там под этим постом творилось? Это же просто нечто. И там аудитория была далеко, не всегда на твоей стороне. То есть многие... 80%. Считывая в себе такую вот эту вот идею вдохновляться кем-то извращённым способом, да, именно копируя чей-либо продукт, поддерживали как раз эту девушку. Как тебе было тогда? Ну, я не ждала поддержки от аудитории, потому что это моя личная история. И, наверное, понять её может только тот, кто сам через это прошёл и смог это почувствовать. Конечно же, с точки зрения логики, если отбросить все чувства, то в этом ничего такого нет, потому что спортивные бренды одежды и онлайн-курсы есть у многих людей. Но когда это твой близкий человек, который это делает, ну, не то чтобы без твоего разрешения, а который просто тебе об этом не говорит, и ты узнаёшь о таких проектах, когда они выходят, это совсем другое. Ну, для меня дружба — это откровение с человеком, откровенное общение. И в этом моменте я бы не хотела, чтобы от меня что-то утаивали. Да, я помню, мы с тобой переписывались как раз после этого поста. Да, и ты говорила, что у тебя была похожая ситуация. Да, и не один раз. И я долго об этом думала, потому что я старалась, даже вот прочитав твою вот эту вот историю, старалась и ту, и другую сторону понять. И знаешь, что я поняла? Что это не про одежду, и не про фотографии, это про... Это даже не про деньги и не про бизнес. Не про бизнес. Это про внегласное соглашение, про признание такое внутри, когда вот это моё, а это твоё. И если ты со мной рядом, если ты это признаёшь, то ты меня признаёшь. А если ты начинаешь делать то, в чём мой ресурс, повторять это, то ты меня тем самым обесцениваешь, особенно если наш контакт прерывается. То есть как будто ты для меня не важна, а только твои продукты, то, что ты производишь, это имеет значение. И поэтому я себе это возьму. А наша с тобой связь, она не имеет никакого значения. Больше. И наши все обязательства отныне не важны. И вот это поднимает волну гнева такого. И негодование просто. Поэтому не столько это про бизнес, сколько про отношения. Потому что если кто-то где-то, там, один раз тебя видела девочкой и стала делать подобный продукт, как будто намного меньший масштаб. Нет, когда это делают другие люди, с которыми я не близка, это совершенно по-другому воспринимается. Это воспринимается нормально, как конкурентная среда. Это не вызывает каких-то эмоций негативных. Когда это делает подруга или бывшая подруга, как будто она сообщает тебе, что ты как личность не важна. Важны только то, что ты делаешь. И это я буду делать и без тебя. И вот оно у меня как будто может получаться и получается. Настя, популярный вопрос. В моём инстаграме, не знаю, как в твоём, по поводу распределения бюджета с партнёром в паре. Как это для тебя? Что расскажешь? Когда мне было 18 лет, или там даже 16, когда только заканчивала школу, у меня был такой стереотип в голове, что мужчина — это кормилиц, он должен убеспечивать семью, что женщина должна, ну не должна, а зависит от мужчины материально. Но потом со временем я пришла к тому, что это немножко безответственно и глупо перекладывать, безответственно перекладывать ответственность, да, перекладывать ответственность на мужчину за свою жизнь, быть созависимой и каждый раз думать, как попросить деньги на какую-то свою, на закрытие своей базовой потребности. И в 19 лет я поняла, что вся ответственность лежит на мне, и я должна работать, чтобы обеспечивать себя, чтобы у меня была возможность выбирать мужчину не по его социальному статусу и материальному положению, а в первую очередь основываясь на своих чувствах и эмоциях. И я считаю, что, безусловно, мужчина — это кормилица, добытчик в семье, но женщина не должна перекладывать на него материальную сторону своей жизни. Сейчас, например, в моих отношениях всё, что я покупаю себе, я оплачиваю сама. Это там, начиная от одежды, заканчивая образованием, я обеспечиваю свою семью, родителей. Молодой человек обеспечивает быт, это квартира или какое-то жильё, и совместное времяпрепровождение. Думаю, что когда появятся дети, ситуация немного изменится, потому что женщине необходимо будет вообще в любой семье тратить время на ребёнка, и работа на какое-то время уходит на второй план. Но я считаю, что женщина должна зарабатывать, потому что жизнь очень непредсказуема. И для того, чтобы мне, в том числе, и женщине любой, было спокойней, нужно иметь какой-то источник заработка. Немножко провокационный вопрос тебя задам. Ты уже сама посмотри, как комфортно на него отвечать или нет. Когда ты в отношениях находишься, где, условно говоря, ты зарабатываешь, и партнёр зарабатывает, и, может быть, на равных, а может быть, один месяц ты больше, а другой он меньше, или наоборот. Ну, в общем, на таком вы плюс-минус 50 на 50. Вот это... Этот момент, этот факт, он влияет, если да, то как на сами отношения? Кроме возможности купить туфли, платье и поездку, которую ты сама хочешь, как это ещё влияет на саму коммуникацию внутри отношений? Да, вот знаешь, Вероник, это очень хороший вопрос, потому что если отношения построены на какой-то материальной выгоде, тогда это влияет, безусловно. Если ты выбираешь партнёра, потому что он зарабатывает больше, и когда он начинает зарабатывать меньше, у тебя появляются вопросы. Ты, наверное, может быть, чувствуешь страх или какое-то волнение за своё благополучие. Если отношения основаны на каком-то фундаменте из чувств, взаимопонимания, дружбы, то, наверное, это приемлемо, потому что у каждого человека бывают взлёты и падения, и, наверное, наивно полагать, что жизнь — это всегда путь вверх, но это не так. И если смотреть, например, в разрезе того, что мужчина в принципе зарабатывает меньше и никакого вклада в быт, в отношения помимо материального он не делает, то это, наверное, негативно сказывается на отношениях в целом. Я для себя выбираю партнёра, который сильнее меня. Для меня важно зарабатывать как можно больше и увеличивать этот показатель. Это такая своего рода игра. И я хочу, чтобы мужчина тоже к этому стремился. То есть постоянный рост. Это скорее не про деньги, а просто про какую-то внутреннюю мотивацию и достигаторство. В хорошем смысле этого слова. Да, да, конечно. То, что ты говоришь, мне очень понятно. Но я постараюсь ещё более узко сформулировать вопрос. Если представить себе, что ты в отношениях, где, ну, предположим, мужчина в материальном смысле доминантен, он зарабатывает намного больше тебя, и следовательно... И вот, кстати, следовательно ли, что он имеет больше власти в отношениях для тебя? Нет, абсолютно нет. Сейчас современное общество приходит к тому, что мужчины и женщины, они, в принципе, равны социально, но отголоски прошлого всё-таки ещё есть и зависит, наверное, от уровня осознанности партнёров. И уровня договорённости внутри пары. Я как раз это и хочу подчеркнуть, потому что многие, и мужчины, я знаю, даже там в психотерапевтической практике не хотят, чтобы женщина зарабатывала или не хотят, чтобы даже талантливая жена, например, в чём-либо шла и работала или делала какой-то свой проект, потому что вот эти вот деньги, они как будто являются параллельно, вот знаком равно, к деньгам можно поставить рядом знак равно, власть в отношениях. Что если у моей жены есть деньги, значит, она что там, уйдёт, уедет, отправив одну смс-ку на неделю и меня ни о чём не предупредит, ну вот такой страх, он на поверхности как будто лежит. И женщины, которые одурманены вот этой вот всей идеей феминности, которая сейчас пропагандируется женскими тренингами, практиками и так далее, им тоже где-то внутри себя на подсознательном таком этаже, если так можно сказать, страшно зарабатывать, страшно начать себя реализовывать. Да, но сегодня меня очень радуют тренды, и как раз-таки в Инстаграме нашим любимым это активно популяризируется. Сегодня женщина может быть такой же успешной, как мужчина, и есть такая тенденция, что в крупных компаниях становится больше женщин, каких-то топовых менеджеров, ключевых сотрудников. И... Что несмотря на то, что меня тоже радует очень тенденция на то, что женщины намного более уверенно себя чувствуют в обществе, и таких женщин становится всё больше и больше, но что меня расстраивает, это что всё равно... всё равно это есть. Да, это есть. Я, кстати, вчера начала читать Симона де Бувар, Симона де Бувар, Второй пол, очень интересная книга, и там как раз-таки рассказывается вообще об истории женщины и её положении в обществе. Так что, если у вас будет время на досуге, обратитесь к этой книге. Второй пол? Да. Хорошая книга, надо читать. Спасибо за рекомендацию. Мы сейчас вернулись только из отпуска, и я видела, как вокруг относятся к папам, которые с детьми проводят много времени, например. То есть мама сидит, отдыхает, а папа кружится с малышом. И я видела даже, что взрослое поколение, особенно из нашей страны, критично это комментировали. Да? Как? Ну, я так воспроизводить на все сто не готова, но из серии того, что вот мужик бегает, а она тут развалилась. Барыня. Ну, вот в таком стиле. Но ребёнок — это продукт любви двоих людей, и каждый из партнёров ответственен в равной мере за ребёнка. Вообще-то. Да. Но почему-то общество думает, что это полностью ответственность женщины. Я надеюсь, что мы вот это и сживаем сейчас. Я тоже. Вот в нашем, поколение наших детей уже будет более здравомыслящими в этом смысле. И всё-таки понимать ответственность двоих. Настя, я тебя хочу спросить про твою психотерапию. Я знаю, что ты с нами внутри психотерапии. Как ты решилась вообще? Да, я абсолютно с вами. И давно. Ну, такая небольшая предыстория. Когда я начала заниматься спортом, правильное питание вошло в мою жизнь так неожиданно. И я смогла придерживаться правильного рациона два-три года. А потом у меня началась какая-то обсессия. Я просто убрала из рациона всё, что могло мне навредить. Как-то сахар, не знаю, молоко, всё что угодно. Я пришла к вегетарианству, к веганству, к расстройству пищевого поведения. У меня была булимия, и я пыталась найти выход из этого состояния. Самостоятельно мне это сделать не получалось, как бы я ни старалась. Каждый день я давала себе обещание, что я больше так не буду делать, не буду издеваться над своим организмом, не буду его изнурять на тренировках несколько раз в день. Это не помогало. Не помогали и препараты, которые мне назначал психотерапевт. Я сначала очень скептически относилась к психологам. Антидепрессанты? Нет, просто к работе с психологом. И пыталась разобраться во всём сама. Но пришла к тому, что мне это было просто неподвластно. Есть какие-то вещи, которые у тебя рядом, ты их просто не видишь в упор, а они кричат тебе, вот я тут, обрати на меня внимание. И психолог это как раз-таки тот человек, который не говорит тебе, что делать, как правильно поступить, а просто помогает тебе взглянуть на ситуацию с какой-то другой стороны, рассмотреть возможные варианты развития событий. Это человек, который направляет, но не наставляет. И даже спустя 30-40 сеансов, будучи уже, как я считаю, здоровым человеком психологически, я могу сказать, что важно поддерживать связь с психологом на какой-то постоянной основе. Это может быть не каждую неделю, но пару раз в месяц или даже раз в месяц, иногда этого достаточно, необходимо обращаться к себе в первую очередь. По факту это так и выходит, что к себе. Да, к себе. Приходишь к психологу, а не к психологу. Обращаешься к себе. И да, этот тренд меня тоже очень радует, потому что сейчас ты уже не странный, если ты ходишь к психологу, ты осознанный и прокачанный. Но работа с психологом помогла мне разобраться с расстройством пищевого поведения. А можешь какой-то инсайт дать? Вообще ты поняла, что такое расстройство пищевого поведения в твоём случае? Это же всегда не просто расстройство пищевого поведения. Да, но в моём случае расстройство пищевого поведения это мои отношения с близкими, с моими родителями непосредственно. Это какие-то невысказанные эмоции, это какая-то обида, это, возможно, недостаток каких-то... недостаток любви. И когда я проработала свои отношения с мамой, с отчимом, мне стало гораздо легче. И я понимаю, что мои отношения с едой — это моё отражение текущей ситуации сегодня. Например, если я переживаю, я могу не есть. Если я переживаю очень сильно, я могу, например, не чувствовать насыщения, когда я ем. И я сейчас стараюсь контролировать и разделять какие-то физиологические потребности и свой эмоциональный голод. Это очень большая вещь, про которую ты говоришь, потому что ведь мы все рождаемся с голодом. Хочется есть, причём всегда. И то, кормит ли нас мама, это напрямую определяет, будем мы жить или нет. Но на протяжении жизни разные типы голода к нам присоединяются. То есть можно быть голодным до очень разных вещей. Я об этом, кстати, писала, кажется, в сторис как-то. А дифференцировать голод очень сложно. Да, абсолютно. Этому надо учиться на протяжении всей своей жизни. То есть понимать, на самом деле я сейчас хочу есть. Или, может, я просто полежать хочу. Да. Ну, то есть мне не хватает энергии. И правда ли мне нужно сейчас этот гамбургер съесть? Или мне просто нужно в душ сходить, попить водички и отдохнуть чуть-чуть? И это будет намного более адресным удовлетворением голода. Ну, тут ещё такой физиологический момент. Это выброска гормонов, когда ты ешь что-то сладкое, вкусное, но это очень короткое удовольствие и потом приносящее слишком много страданий после. Вот моей причиной был эмоциональный голод в том числе. И сейчас я полностью в ремиссии, скажем так. Как ты к себе, как к пациенту. Да, в ремиссии. И рекомендую всем девушкам, если вы не можете, например, обратиться к психологу. Я знаю, что есть какие-то бесплатные проекты. Например, ещё есть книга Светланы Бронниковой. Да-да-да, есть такая. Которая тоже помогает что-то понять во время прочтения. Ещё книга «Зависимость, не болезнь» тоже была неплоха. Мне в чём-то помогла. И это я не знаю. А кто? Не помнишь? Не помню автора, к сожалению. Ну, рекомендую. Вообще очень много тематической литературы, которую можно изучать. Возможно, что-то откликнется. Возможно, нет. Но, тем не менее, поиски не стоит останавливать. И не стоит бросать это дело на пути к решению проблемы. Потому что у меня были моменты тотального отчаяния. Я думала, что это никогда не закончится. Я помню, что я хотела снять видео себя, где я записываю свои эмоции, какие-то чувства. И, возможно, вернуться к нему через несколько лет и проанализировать, что было. Но, к сожалению, видео куда-то исчезло. Но, тем не менее, я помню, что я была в очень растрёпанных чувствах, в выступлении. И я говорила, что это никогда не закончится. Да, это правда. Вот это ужасное-ужасное чувство, что ничего не поможет. Да, но вся ответственность только на вас. Например, у меня дедушка, он 20 лет болеет булимией до сих пор. Это всё зарождается в моменте, когда ты видишь какую-то свою хорошую форму, например. И ты потом начинаешь делать больше и больше и больше, чтобы её поддерживать. А всё равно глаз замыливается. Тебе кажется, что уже не так хорошо, как раньше. И вот эта вот гонка начинается. Поэтому нужно иногда останавливаться, смотреть на себя со стороны. Это часто сложно, но... Не знаю, у тебя бывает такое или нет, но иногда я смотрю на какие-то свои фотографии, думаю, господи, как же я прекрасно выглядела на них. Но я помню себя в тот момент, и я считала, что у меня там какие-то недостаточно худые ноги. И я вообще не в хорошей форме и так далее. Да у меня так всегда. Я смотрю всё за истинно. Ну, кроме тех фотографий, где у меня либо нет бровей, либо они у меня такие нарисованы просто карандашом-галочкой. Вот, что тоже есть. На всех остальных фотографиях, где с бровями уже более-менее, я действительно считаю, что я настолько несправедливо к себе относилась. И у меня тоже был эпизод расстройства пищевого поведения. Достаточно быстро я его прошла, а именно где-то, наверное, полгода я мучилась. Я страшно переедала. Я переехала тогда от родителей первый раз. Мне был 21 год. Сняла квартиру маленькую у своей подружки и начала вот как бы такую самостоятельную жизнь. Явно не понимая, что я ещё не готова к ней внутренне. То есть по всем параметрам внешним я уж хорошо зарабатывала. Я там была социально адаптирована. Всё у меня хорошо. Но внутри вот этого очага и тепла я не смогла самой себе обеспечить, так как я жила одна. Эмоционально. Да, эмоционально мне было очень холодно. Ты понимаешь, вот как эпогей. Эпогей таких вот моментов, которые я с ужасом вспоминаю. Я помню, как я выезжала из дома, и мне... Вот последнее, перед выходом что люди делают? Там ботинки почисят, духами побрызгаются. Вот я всё так готовила себе, чтобы прям перед выходом из двери уже мне что-то было, обязательно нужно было съесть. Потому что хоть как-то снижало тревогу. А потом я планировала маршрут по городу. Например, мне нужно там в одно место, там налоговую, какую-нибудь химчистку, ещё что-то. Я так просм... Вот, например, мне удобнее по трёшке проехать, но я еду через центр, потому что там можно покупать еду по пути. Вот здесь тортик, там пирожное, тут блинчик, тут ещё что-то. Вот у меня было так же, потому что я из 24 часов в сутки, всё время, пока я не спала, я думала о еде. Что я буду есть, что я уже съела, что я буду есть завтра. И от этого невозможно было избавиться. Невозможно. Но на самом деле кажется, что это про еду. На самом деле, как ты уже сказала, что там намного-намного-намного всё глубже. И у меня тоже девчонки часто спрашивают, а можно ли без психолога? Вот нет денег на психотерапию. Во-первых, есть бесплатная психотерапия. За качество я не могу ничего здесь отвечать. Сами понимаете, что это вопрос такой, везение некого. Не тот вопрос, где можно экспериментировать, но всё же. Как на безрыбье и рак рыба. Вот, например, я узнала, что в высшей школе экономики в Москве на программе психоаналитическая психотерапия для студентов бесплатно приглашают клиентов для того, чтобы отрабатывать какие-то навыки. И почему бы нет, в конце концов? Вот, пожалуйста, в высшей школе экономики. Можно пойти там хотя бы студенты под присмотром супервизоров. Потому что те психологи, которые там бесплатно или за символическую плату рекламируют тебя в Инстаграме или на каких-то других сайтах, ну, очень опасно. Я бы такой путь не рекомендовала. А вот при университете, ну, как-то уже надёжнее. И это, конечно, совершенно бесплатно, во всяком случае, три раза. Насколько я знаю, а потом какая-то небольшая стоимость. И ещё важный комментарий. Вот ты говорила про психологов. Психолог действительно не знает, как поступить. И не должен знать, потому что у каждого жизнь своя. Но задача в том, чтобы разогнать туман. Да. Чтобы решение человек принимал из ясности, а не из вот этого морока. Когда ты не понимаешь, что с вами происходит, кажется, что самая моя большая проблема – это то, что я ем блинчик. Но на самом деле самая моя большая проблема – то, что я очень сильно обижена на папу, брата, маму, дядю. Ну, неважно, на какого-то очень важного человека в своей жизни. И не могу об этом поговорить открыто, потому что очень сильно чем-то рискую. Да, абсолютно. Такую мы, с тобой, большую тему затронули. Я тебе финальный вопрос задам сегодня. Такой девчачий. Я хотела спросить тебя про покупки. Но знаешь, что ты совершенно сдержана в этом смысле. Ну, у меня был период, когда я только начала зарабатывать, и мне хотелось это подтвердить какими-то своими покупками, инвестициями в свои новые образы. Но со временем это сходит на нет. Во-первых, потому что моя повседневная работа связана с брендом одежды, и я нахожусь в этом постоянно. И это уже не что-то новое для меня, что-то интересное. Это скорее как обыденность и рутина. Поэтому я нахожу удовольствие и радую себя какими-то другими способами. Класс. Потому что кроме переедания есть ещё омнеумания, чтобы не спутать мне слоги. Ну да, бытовым языком говорят шапоголизм. Тоже распространённая штука, и тоже под ней очень много корней. Я в своё время скупала тонны тряпок. Ну, я по-другому не скажу, потому что я кайфовала от самой покупки. Мне вот эта вещь, она сама что она есть, что нет. Когда я докопала со своим психотерапевтом, про что это, у меня натурально волосы дыбом встали. А ты можешь поделиться, про что это? Ты знаешь, мне это сложно, но я могу, потому что мне кажется, что это может быть прецедентом. Я папина дочка. Мне всю мою жизнь не хватало одобрения женщин. Как-то так получалось, что я чувствовала, что моя сестра, она как-то вот с мамой вместе всегда. А я как будто папина. Ну, вот такое внегласное было разделение. И то я это не точно, потому что это по моим субъективным ощущениям. И на протяжении всего моего взросления, когда я что-то себе покупаю, приобретаю, ну, вообще хоть как-то достигаю успеха, моя сестра всегда к этому равнодушна. Ну, или именно она... Я прихожу в шубки вот этой вот Максмара, например, который вот как Мишка вот этот. Она говорит, «Господи, ну неужели ты правда это можешь носить?» И, ну, у неё совсем другой стиль. Она носит классические такие содержанные вещи. И мне казалось, что это, ну, как бы смешно. И только в психотерапии я поняла, как мне больно от этого. И что моя попытка накупить как можно больше вещей и оказаться в них в женском обществе, а тем самым получить подтверждение от женщин, потому что, когда мы всё это исследовали, оказалось, что это вообще не про мужчин. Мне вообще всё равно, что мужчины скажут про мои джинсы или там свитерок какой-то. Но когда девчонки мне делают комплименты, я чувствую страшное удовлетворение. На самом деле я только хочу признание сестры. Ну вот, как мы выяснили, любого рода зависимости связаны с эмоциями невысказанными в том числе. Невысказанными, недополученными, неосознанными. И ты знаешь, только когда я это поняла, просто само осознание этого меня отпустило. Да, это решает проблему сразу же. Не знаю, как это работает, но это работает. Карточные даны кружатся. Да. Спасибо тебе большое за отрасль. Спасибо большое, Вероника. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok